1050 Ti и RX 470. Что же вам больше подойдет? Разрекламированный и всем хорошо знакомый вариант 1050 Ti по сравнению с RX 470 Mining Edition выглядит не так уж и внушительно, но достаточно мощная. У RX 470 Mining Edition намного лучшее охлаждение, но вам потребуется дополнительное 8-пин питания. Что означает приставка Mining? Связано это название с добычей криптовалюты, когда начался ажиотаж по добыче, то есть по майнингу. Эти майнеры купили все видеокарты на рынке и оставили геймеров без видяшек. И тогда производителями было принято решение выпустить видеокарты подешевле для майнеров, для того чтобы майнеры не крали видяшки у геймеров. А теперь я считаю, что пришло время геймерам украсть у майнеров. Mining Edition отличается от обычной RX 470 тем, что у нее только один DVI разъем для подключения. И если вы хотите подключить больше, чем один монитор к своему ПК, то вариант Mining Edition вам не подойдет. Также он вам не подойдет, если вы хотите приобрести VR шлем, так как для него нужен второй разъем в видеокарте. Но к 1050Ti этот вариант тоже не подойдет, так как оно попросту не потянет VR. Что если вам надо подключиться именно через HDMI разъем? Все просто. Можно подключить через переходник. И все, проблема решена. Цена 1050Ti выше на 29%. 29%. Теперь, что касается производительности, мы посмотрим, как они себя поведут в боевых условиях. Вот для теста я взял 4 ПК от Artline. И на их примере можно увидеть реальную разницу. И разницу мы посмотрим в 6 распространенных играх. World of Tanks, Ведьмак 3, CSGO, Battlefield 1, PUBG и Metro Exodus. В World of Tanks использовался SD клиент. И все настройки выкручены на максимум. Абсолютно одинаково для всех 4 компьютеров. И сразу видно преимущество RX 470 на 17%. Также видно, что если поставить процессор помощнее, то RX 470 может еще больше. Ставим максимум, что можно было выкрутить по графике в Ведьмак 3 на Full HD разрешении. И видим реальную разницу в 54%. И процессор мощнее, чем FX8300, тут уже и не надо. Видимо, в Ведьмаке весь упор идет на видеокарту. Плохо для наших война повернуть. Кто тут наши? Королевство сей наше. Теперь скорее королевство Родовида. Теперь скорее... Мы окружены! Сдержим этот рубеж! Battlefield 1. Все на максимум. И видим преимущество RX 470 на 39%. Также ставим максимум в Counter-Strike Global Offensive. И это получается единственная игра, в которой преимущество почти незаметно. Так как тут все зависит от процессора. Но если помнить, что компьютер на 1050 Ti дороже на 1500 гривен, то даже в случае с Counter-Strike, 1050 можно продолжать высмеивать. Субтитры создавал DimaTorzok Ультра-настройки в PlayerUnknown's Battlegrounds показывают преимущество RX 470 перед 1050 Ti, аж на 56%. А высокие настройки графики в Metro Exodus на 52%. Хочу заметить, что во всех играх 1050 горячее на 10%. Оптимальным вариантом в бюджетном сегменте все равно остается Pentium J4560. И оптимальные результаты, цена-производительность достигается именно у этой конфигурации. Процессор Intel Pentium J4560 в паре с RX 470 Mining. И в большинстве игр, кроме World of Tanks и Баттлы, пенек не становится узким местом. Итак, подведем итоги. Дороже не значит лучше. И если сравнивать две одинаковых конфигурации и усреднить все проценты, получается в общем RX 470 в играх лучше на 37%. Выбор очевиден.